МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. День иконы Казанской Божьей Матери. 1 сентября, в новый учебный год, придут ребята. Им будет приятно, что школа такая чистая. Трудовой лагерь во второй школе. Самый наркотический средство потребляется? Курлы. Пресечено незаконное культивирование конопли. А кто была эта злоумышленница? Час игры для воспитанников детского лагеря. А теперь об этих и других событиях подробнее. Стало известно, что в 2018 году россиян ожидает пробная перепись населения. Сайт правительства Российской Федерации сообщает, что полная всероссийская перепись населения запланирована на октябрь 2020 года. В прошлый раз перепись проходила в октябре 2010-го. Она показала не только численность населения, но и род занятий, число горожан и селян, уровень образования. В соответствии с областным законом, подписанным губернатором Алексеем Островским, муниципальным образованием предусмотрена субвенция в размере 283 миллионов рублей на приобретение жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данным регионального департамента по образованию и науке, в первом полугодии на эти цели уже было направлено более 125 миллионов рублей. Сегодня, 21 июля, день иконы Казанской Божьей Матери. Как этот праздник отметили православные Десногорска, расскажем в нашем сюжете. Издавна на Руси славится образ Богоматери, поэтому одним из самых любимых и почитаемых в народе считается праздник Казанской иконы Божьей Матери, которой и по сей день родители благословляют новобрачных. Считается, что она указывает верный путь всем сомневающимся. Традиционно в Десногорске этот праздник отмечается на святом источнике слезы Богородицы в Савеево. Этот родник освящен в честь иконы Казанской Божьей Матери. Православные прихожане нашего города ежегодно совершают к нему паломничество, чтобы совместно помолиться и осветить воду, окунуться в купальне, а также набрать святой воды, чтобы унести ее с собой домой. Солнечная погода на Казанскую считается хорошей приметой, которая сулит всем доброе здоровье и благополучие. Количество подсанкционных товаров, задерживаемых на Смоленской таможне, в текущем году резко увеличилось. Об этом заявили на рабочем совещании в Главном управлении таможенного контроля, где обсуждали вопросы пресечения незаконного ввоза в Россию товаров из Евросоюза. Только в этом году смоленские таможенники не пропустили в нашу страну 3,5 тонны подсанкционных товаров. В основном это польские яблоки, томаты и черешня. С 19 июля по 8 августа в социально-оздоровительном центре Галаевка Рословского района проходит смена для одаренных детей. Это отличники учебы, участники и победители состязаний различного уровня. Всего около 150 юношей и девушек в возрасте от 15 до 17 лет из всех районов области. На эти цели из регионального бюджета выделено около 3 миллионов рублей. В июле во второй школе Десногорска работает трудовой лагерь «Космос». Чем занимаются ребята во время трудовых будней? Как работают и отдыхают? Смотрите в нашем сюжете. Летний трудовой лагерь «Космос» на базе второй школы работает уже третий год. В этом году в лагере 20 школьников. Работают они в первой половине дня. Задание выдает администрация школы. Начинается трудовой день с ежедневной инструкции. Перед началом работы всегда обязательно проходит инструктаж по безопасности, по правилам дорожного движения, чтобы было идти по дороге в школу и обратно. Как работать с инвентарем. У нас есть все необходимые предметы, с которыми мы работаем. Перчатки, безопасность, все. И мы в основном работаем, конечно, делимся на три группы. Первая группа трудится в здании школы. Ей поручают мелкий ремонт помещений и мебели. Бригада художников расписывает стены в рекреациях младших классов. По собственным эскизам они создают на стенах шедевры. Юные дарования ежегодно передают эстафету следующей смене. И за время существования трудового лагеря добрались до третьего этажа. Самая многочисленная бригада работает на территории школы. У них очень большой объем работ. Мы производили окраску урн, брусьев, то есть спортивного инвентаря. Разбирали старый школьный склад, очищали бордюры от травы проросшей. Скажи, пожалуйста, тебе понравилось трудиться в лагере? На самом деле да, это новое ощущение. Все же в жизни надо попробовать любую работу. И мне это очень нравится. Ребята работают с удовольствием. Тем более, что в конце смены их труд будет иметь вознаграждение. Труд будет поощряться. Мы работаем совместно с центром занятости. Ребята работают по трудовым соглашениям. И за свою работу они будут получать зарплату. Конечно, приятно сознавать, что ты как взрослый человек получишь зарплату. Но не только это вдохновляет воспитанников трудового лагеря «Космос». Мне очень приятно, что 1 сентября, в новый учебный год, придут ребята. Им будет приятно, что школа такая чистая. Как бы я вношу свой вклад в историю школы, можно сказать. В Смоленской области выбрали лучшее подразделение противопожарной службы. В этом году в смотре конкурса участвовали 16 команд. Победителей определяли в личном и командном зачете. Лучшие результаты с небольшим разрывом показали пожарные расчеты из Гедеоновки. Это пригород Смоленска. Ершичей и Шумячей. Криминальные новости. Участковый уполномоченный полиции Ярцева при обходе обнаружил очаг произрастания кустов, схожих по внешним признакам с наркосодержащим растением коноплей. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Что выяснили, расскажем в нашем сюжете. Сотрудники полиции изъяли и направили на экспертизу 192 куста. Эксперты подтвердили, что полицейские обнаружили коноплю общей массой около 2 килограммов. Злоумышленник, местный житель 1987 года рождения, был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России Ярцевский в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. С начала грибного сезона в лесу заблудилось уже пятеро смолян. Двое смогли выбраться самостоятельно, а троих нашли в чаще спасатели. При необходимости к поискам заблудившихся грибников в регионе привлекают волонтеров и задействуют вертолет. По мнению спасателей, самыми опасными являются леса в Вележском и Демидовском районах. Сотрудничество коллектива детской библиотеки Десногорска и воспитанников детских оздоровительных лагерей продолжается. 21 июля библиотекари младшего абонемента подготовили и провели для ребят игру-викторину «Лабиринт сказок». Подробности далее. Дети весело и дружно заходили в здание библиотеки, где их ждали развлечения на любой вкус. Библиотекари Татьяна Яковлева и Елена Яценко подготовили для ребят задания, учитывая их возраст. Вначале предложили назвать птиц и зверей, изображенных на картинке. А затем звучали вопросы о сказках и про сказочных героев. Дети пришли к нам с детского дома творчества. Они к нам часто приходят, и нам с ними очень интересно работать. Дети читающие, любят сказки и литературные произведения. Больше всего ребят увлекло задание, где нужно было из букв слова-пословица составить другие слова. И хоть на выполнение этой непростой задачи отводилось только две минуты, ребята так увлеклись, что придумали около 30 новых слов. Мне понравилось, когда мы придумывали слова из слова-пословица. Я отгадала все сказки почти. Мне понравилось угадывать сказки. И я узнала про некоторые другие сказки. В следующую пятницу сотрудники детской библиотеки опять ждут ребят в гости и готовят новые увлекательные конкурсы. А сейчас новости спорта. Главная команда региона – Центр развития футбола Смоленской области – с 19 июля начала выступление в первенстве России. Для участия в нынешнем сезоне смоленская команда заявила 22 игрока. Соперниками смолян по зоне Запад станут 14 клубов. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала – disna.defis.tv.ru Благодарю вас за внимание и желаю хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова